С ранних лет человека приучают к посредственности. Будь как все, подстраивайся под других, не выделяйся из толпы, посыл, который транслируется обществом, правительством, родителями, псевдодрузьями и прочими личностями. У этого посыла есть три катастрофических последствия. Человек не живет свою жизнь. Мы все на самом деле отлично понимаем, что именно нужно для счастливой и осмысленной жизни. Наше внутреннее «я» подсказывает, куда и зачем идти. Но его глушат. Всю жизнь. Навязывают то, что чуждо нашей сущности. Отсюда амаса страданий. Невозможность наполнить себя позитивными эмоциями, подстраиваться надоедает. Человек начинает изливать из себя тоны неприязни. У него нет понимания людей и мира вокруг себя. Он вынужден быть как все, и из-за этого испытывает массу фрустраций. Его обязывают контактировать с людьми, которые испытывают точно такую же неприязнь. Они все несчастны. Все общество несчастно. И под это несчастье, под эту серость и убогость тебе предлагают подстраиваться с детства. Возлюби ближнего, говорят тебе, но ты его ненавидишь, так как не понимаешь ни его, ни себя, в первую очередь. То, что должно делать человеческий мир устойчивым и безопасным, уничтожает его. Человек не может найти себя. Далее он вступает в общество людей, которые не могут найти себя. Он источает неприязнь, так как не может найти себя, и получает неприязнь от других людей. Которые не могут найти себя. Это порочный круг неприязни и ненависти, в котором рождаются убийства, войны, глобальные катастрофы. Главный посыл нашей эпохи — найди себя. Пойми себя, иначе потом будет поздно. Никаких других людей. Только ты и ты вчерашний. Стал ли я лучше себя вчерашнего? Понял ли я себя лучше? Зачем тебе другие люди, если ты не понимаешь себя? Это избегание. Самые общительные люди либо отлично понимают себя и других, в меньшинстве случаев, либо бегут от внутренней пустоты. Потому что наедине с собой некомфортно. Потому что не объяснили, что сперва нужно понять себя, а только затем выходить в общество. Илон Маск отправляет человечество на Марс, но его бросает девушка, и он становится самым несчастным человеком в мире. Он плачет в камеру и просит совета у журналиста, который просто берет у него интервью. Человек несчастен, он пропустил этап понимания себя. И, несмотря на свои великие дела, чем глобальнее его личность, тем больше вреда он может принести миру. Очередная Эмбер бросит очередного гения, и он, имея огромные возможности во внешнем мире. И пустоту во внутреннем просто взорвет нафиг землю. Потому что с детства нам внушают, что, прежде всего, нужно быть экстравертами, настроенными на внешний мир. Да, когда-то это было важно. Но сейчас другая эпоха. Если ты не понимаешь свой внутренний мир, и не можешь найти гармонию наедине с собой, то зачем тебе социум? Нельзя равняться на общество, не нужно подстраиваться под социум. Это огромная ошибка для человека, который хочет прожить свою, а не чужую жизнь. Сделать это можно только в том случае. Если ты по максимуму понимаешь и чувствуешь себя. А это невозможно, пока ты выбираешь казаться кем-то в обществе, теряя связь со своим истинным «я». Продолжение следует...